Родные солдата-срочника, поступившего в больницу с сильными травмами, выложили в интернет видео. На нем молодой человек едва может говорить и практически не реагирует на присутствующих. Семья пострадавшего намерена наказать виновных. Что же произошло на самом деле? Подробности в материале Бахыта Мергалиевой. С воинской частью 55-16, теперь уже бывшего солдата-срочника Ельдоса Ужанова, связывают только страшные воспоминания и последствия жестоких побоев. По словам родственников пострадавшего, изо дня в день Ельдос чувствует себя все хуже. Частые обороки стали сменяться судорогами и кратковременной потерей памяти. Семья Ужанов хуже подала заявление в правоохранительные органы, однако они опасаются, что виновные могут остаться безнаказанными. Без никаких патологий нормального парня отправлен на службу, а дальше теперь пусть так же его вернут домой. Вот это наши требования. Врачи Каргандинской областной больницы, куда попал бывший солдат, утверждают, сделали все, что смогли. Сейчас, по словам медиков, Ельдосу Ужанову нужна помощь хирургов. У него периодически возникает малый приступ, абсанция так называемый. Он неоднократно был осмотрен психиатром, лечение, назначенное лечение, которое получается с момента поступления в реимацию. То есть это противосудорожная терапия и седативная терапия. Сам пострадавший утверждает, что на протяжении нескольких дней его избивали старшие сослуживцы. При этом они наносили побои в область головы при помощи резиновых дубинок, мучили электрошокером. А руководители, якобы знавшие о преступлении, никаких мер предпринимать не стали. Однако в самой воинской части все обвинения отрицают. Произошедшим уже заинтересовалась военная полиция и прокуратура. Родные Ельдоса Ужанова готовы бороться до конца и добиться наказания виновных.